Всем привет, мои необъятные друзьяшки! Нет, это совсем не значит, что вы жирные. Просто необъятные. Значит, великие. Расскажу вам, как увеличить отжимания. Я не знаю, почему у меня вся кофта в пухе. Вот это удивительно. Увеличение количества отжиманий в первую очередь связано с вашей силовой выносливостью. Для того, чтобы увеличить вашу выносливость, вам придется работать 3-4 раза в неделю только с отжиманиями. Первое, что вам нужно сделать для того, чтобы увеличить ваши отжимания, это поставить правильную технику. Если вы будете правильно отжиматься, то у вас будет гораздо больше успеха и гораздо больше повторений в последующих отжиманиях. При правильных отжиманиях задействуется грузь, руки, плечи и верхняя часть тела. Если все это вместе скомбинировать, то вам гораздо легче будет отжиматься, чем просто если вы будете тянуть вашим трицепсом. Вторая основа это вы должны делать как можно больше повторений, то есть максимум отжиманий. Вы должны делать столько отжиманий, чтобы вы просто не могли сделать следующий подход, чтобы ваши руки дрожали, тело дрожало и вы просто не могли продолжать. Это и называется максимум. Третья основа отжиманий это отдых. Вы должны отдыхать после каждого подхода. Отдыхаете примерно на такое же количество времени, которое вы потратили на первый подход. Для новичков это где-то 20-30 секунд будет, потому что новички много отжаться не могут. Во время отдыха записывайте свои показатели. Это то количество отжиманий, которое вы сделали в том или ином подходе. С каждой тренировкой старайтесь делать все больше и больше повторений в каждом из подходов. Для того, чтобы правильно засечь время, за которое вы сделали подход, вы должны воспользоваться таймером. И за это время вы должны также отдохнуть. То есть сделали подход, например, за 40 секунд и 40 секунд потом отдыхаете. Во втором подходе потом сделали, я не знаю, упражнение за 30 секунд, да, и потом 30 секунд отдыхаете. С каждым подходом ваши повторения в отжиманиях будут все меньше и меньше. Это нормально. И вы будете отдыхать все больше и больше, потому что чем меньше повторений, тем сложнее их делать. И у вас уйдет больше времени, конечно, на это. Если вы совсем новичок, то не расстраивайтесь из-за того, что у вас с каждым подходом уменьшается количество повторений. Это нормально. Мышцы забиваются, и они уже не могут выполнять ту нагрузку, которую сделали, например, в первом подходе, да. Но зато, когда вы сделаете все по максимуму, то на следующей тренировке вы увидите прогресс. Вы будете делать гораздо больше повторений. Ну, как гораздо. На 1-2 точно будете делать больше. Пятая основа – это нужно записывать свои данные, то есть свои показатели, которые у вас были. Я советую делать не менее трех подходов вообще на максимум, просто на максимум, чтобы вы не могли уже сделать ничего потом. Если у вас останутся силы после трех подходов, то можете сделать и 4, и 5, но тоже на максимум. И вы должны записывать время и количество повторений в каждом подходе. И время, естественно, за которое вы сделали этот подход. То есть, если у вас три подхода, вы записываете количество повторений в первом подходе, во втором подходе и в третьем подходе. Они будут, естественно, разные абсолютно. И время тоже разное будет во всех подходах. Записывайте и время, и количество повторений. Вы должны отдыхать столько же времени, за сколько вы сделали подход. То есть, если вы сделали первый подход за 40 секунд, то вы отдыхаете потом 40 секунд. Если второй за 50 секунд, то отдыхаете 50 секунд. Если третий за 60-30, неважно, отдыхаете потом 60-30, сколько у вас получилось. Шестой пункт. Вам нужно отдохнуть после упражнений 2 дня. Это неудивительно, что на следующий день будут мышцы очень сильно болеть, особенно если вы только начали отжиматься. И, естественно, вы должны отдохнуть, чтобы они восстановились. Тренироваться нужно 3-4 дня в неделю. Это то есть, через день, допустим. Если вы тренируетесь вообще в первый раз, то первая тренировка, естественно, нужно отдохнуть до того, пока ваши мышцы полностью восстановятся и не будут болеть. Седьмой пункт. Это вы должны стараться увеличивать ваши повторения в каждом подходе на несколько, там, ну, на один, на два, на три, сколько получится. Изо всех сил. То есть, вы делаете на следующей тренировке ваш максимум и стараетесь еще прибавить хотя бы на одно, на два повторения больше в каждом подходе. Тогда с каждой тренировкой вы будете увеличивать ваши повторения. Если вы не можете увеличить количество отжиманий на следующей тренировке, как я сказал, на один, два, то не переживайте, это нормально. Делайте, придерживайтесь такого же количества повторений, которое вы делали до этого, и через 3-4 тренировки у вас уже получится увеличить на один, два, три повторения больше. Продолжайте записывать ваши результаты, и вы увидите, что через 2-3 недели вы будете делать эти повторения, которые делали раньше, с гораздо быстрым временем, с гораздо коротким временем. Восьмой пункт – это уже такой совершенный пункт, в котором вы должны будете уже делать разные виды отжиманий. Когда вы уже научились хорошо делать обычные отжимания, то вы перейдете уже на другие отжимания. Например, у вас будет также 3 подхода на максимум, и вы первый подход делаете с узкой постановкой рук, во втором подходе с широкой постановкой рук, и в третьем подходе с средней постановкой рук. Такие отжимания позволят вам нагружать разные мышцы по-разному, и, конечно же, вам будет тоже сложно сделать то количество повторений, которое вы привыкли делать ранее, но вы тоже должны записывать ваш предел. Вы должны делать на максимум, также продолжать, и записывать каждое повторение тоже, потому что оно будет уменьшаться, в отличие от тех повторений, которые вы привыкли делать, например, с средним хватом все время. Далее уже продолжайте работать именно в таком темпе, то есть узкими отжиманиями отжимаетесь, средними и широким хватом. И тогда у вас все пойдет, и обычные средним хватом отжиманий у вас будут увеличиваться, увеличиваться с каждым разом, потому что вы будете качать ваши разные группы мышц, более, да, акцент делать. Каждое отжимание делает акцент на каждой группе мышц больше, и тем самым развивает ее больше. Такая схема определенно работает, она 100% увеличит ваши отжимания, как бы вы этого не хотели, и у вас будет успех 100%. Я уверен, что эта информация была очень полезна для вас, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, покажите друзьям, а так до скорых встреч, пока!